...числа Рамсея. Ну, опять как бы микроисторическое отступление. Как обычно, очень трудно сказать, кто был первый, конечно, кто придумал числа Рамсея, но была статья 1932 года, статья в научном журнале, в которой товарищ по фамилии Рамсея описал этот объект впервые. А затем в 1935 году, через пять лет после Рамсея, этот объект, ну вот эти самые числа Рамсея, о которых мы сейчас будем говорить, его переоткрыли пресловутый Эндорж, о котором я тут много рассказывал, и его товарищ по фамилии Секриш. Была такая совершенно классическая работа 1935 года. Может быть, вы знаете про такую задачу, может быть, вам кто-то рассказывал. Понимаете, вот есть сколько точек на плоскости. Можно ли гарантировать, что при любом их расположении, сколько-то вот точек, да, что как бы их не расположили на плоскости, а среди них есть вершины выпуклого н-угольника. Не слышали такую задачу? Сколькими точками на плоскости можно гарантировать, что вот вы как бы не поставили четыре точки, да, а там есть выпуклый треугольник среди них, например. Как бы вы не поставили там десять точек, а среди них есть выпуклый четырехугольник. Это вот очень известная задача, я сейчас о ней говорить не буду, называется «Проблема Эрдуша и Секериша». Она была предложена в той же самой статье, в которой они переоткрыли числа Рамсэя. И вот они получили результаты лучшие, чем сам Рамсэй, хотя про Рамсэя они вообще не знают. Вот, ну, давайте дадим общее определение. Числа Рамсэя R от ST. Вот эти вот S и T, это аналоги двух тройнг. Число Рамсэя по определению, это есть минимальное такое натуральное число N, это есть наименьшее натуральное число, минимальное натуральное число N, такое, что... Ну, давайте в терминах людей сначала, чтобы была совсем полная картинка. для любых N человек, либо найдется S по парам ознакомых, либо найдется T по парам незнакомых. Найдется T по парам незнакомых. Так, контрольный вопрос. Что значит S по парам незнакомых? То есть, сколько всего среди них есть знакомств, если у нас S человек? Сможная с 1 по парам. То есть, C из S подва, да? Да. Ну и, соответственно, T по парам незнакомых, это C из T подва, T на 3 минус 1 пополам, вот этих самых отсутствующих ребер на данных конкретных T вершин. Ну, конечно, удобнее все это произносить в терминах графов. Правильно? Поэтому давайте забудем про людей. Если мы будем украсить многоугольник ребра в синий и красный, то это будет либо найдется S-реберный... Вот не S-реберный, ребер-то в нем C из S подва. S-вершинный, да? Ну, полный многоугольник, где все ребра красные, либо T вершинный. Ну, не очень хорошо говорить многоугольник, потому что у нас же не цикл найдется красный, да? А полный подграф на S-вершинок, у которого все вот эти C из S подва, ребер, красные. Либо найдется полный подграф на T вершинах, у которого все его C из S подва, ребер, синие. То есть, да, действительно, мы можем говорить, что знакомство соответствует красному ребру, Незнакомство соответствует синему ребру. Тогда у нас получается определение такое, минимальное натуральное число n, что при любой раскраске ребер полного графа на n вершина, либо найдется полный подграф на s вершинах, у которого все ребра красный, либо найдется полный подграф на t вершинах, у которого все ребра синий. Ну, я так понимаю, что я повторяю, в принципе, знакомый материал. А знаете, что полный подграф зачастую называют словом клика? Клика? Клика. Нет, не знаете? Нет. Вот это я скажу. Значит, во-первых, обозначение стандартное вот такое, k с индексом n, это полный граф на n вершинах, соответственно, k с индексом s, это его полный подграф на s вершинах, k с индексом t тоже. И вот любой полный подграф в теории графа зачастую называют кликой, клика. Полный подграф – это то же самое, что клика. Полный подграф – это то же самое, что клика. Просто такой короткий термин. В этих коротких терминах можно сказать так, минимальное такое n, что при любой раскраске ребер kn, либо найдется клика ks, у которого все ребра красные, либо найдется клика kt, у которого все ребра синий. Насколько я понимаю, вы уже здесь посчитали какие-то разные значения для r от st при маленьких ks, правильно? Вот это я повторять не буду, мне это не очень интересно, а мне хочется принципиально понять, как устроено r от st при совершенно разных ks. r от 3-3 равняется 6. Действительно, давайте вот еще этот факт зафиксируем. Задача, с которой мы начинали, это задача просто о том, что r от 3-3 равняется 6. Вот точно равняется, потому что среди любых 6 человек еще есть либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. То есть, либо есть k3, у которых серебра красные, либо есть k3, у которых серебра синие. А k3, это, кстати, треугольник, правда? Клика на трех вершинах – это просто треугольник. Либо есть синий треугольник, либо есть красный треугольник. И при этом, если мы возьмем n равное 5, n равное 5, то это утверждение уже не херно. Мы продемонстрировали на примере пятивершинного цикла, что это не так вообще. Так. Ну, что могло бы случиться с величиной r от st? Вообще говоря, могло бы случиться следующее. Вот мы зафиксировали какие-то два числа, например, 100 и 200. Ну, какие-то два очень больших числа, да? Да. И могло бы оказаться так, что нет никакого минимального n, при котором либо ks, либо kt. Что значит, что нет никакого n? Можете это произнести словами, эту логику? Ну, что значит, что могло бы такое случиться, что ни при каком n не нашлось ни ks, ни kt. Подробно, как это случилось? При каком n не найдется либо s по парам знакомых. Ну, надо побольше, так сказать, ну, слово квантр, я не знаю, знаете вы или нет, но вот для любого существует, называется квантрами. Вот как-то это надо подробнее развернуть. Значит, могло бы так оказаться, что r от st ничему конкретному не равняется, в каком-то смысле равно бесконечности. Это бы означало следующее, это бы означало, если бы такое несчастье случилось, это бы означало, что для любого n, вот следующий, какой надо квантр, для любого или существует? Существует. Существует, правильно. Для любого n существует что? Вот, если бы оказалось, что R от ST не равняется никакому N. Существует расстановка, при которой... Ну, то есть раскраска, да, ребер? Да, расстановка. Да, давайте. Расстановка, это значит, существует раскраска ребер. КН, полного графа на N вершинах. Для любого N существует раскраска ребер полного графа на N вершинах. На N вершинах, при которой... Что при которой? При которой нет ни одного S... Нет ни одной KS, да, клики KS, у которой все ребра были бы красные, правильно? Давайте так напишем. При которой нет ни одного KS, KN, у которого все ребра красные, и нет ни одного KT, у которого все ребра синий. У которого все ребра синий. Вот если бы случилось такое несчастье, то это, конечно, убило бы всю теорию. Потому что, ну что, тогда это число неинтересно определено, оно просто равно там бесконечности. И все. Но пафос теории состоит в том, что это число всегда конечное. Что на самом деле всегда, давайте теперь сообразим, а что является отрицательным, да? Всегда существует такое N, КН, при котором для любой раскраски ребра КН, либо найдется KS, у которого все ребра красные, либо найдется KT, у которого все ребра синий. Понятная публика, да? Да. Вот пафос именно в этом, что полного хаоса в мире не бывает. Значит, числа Рамсея говорят о том, что полного хаоса в мире не бывает. Как хаотично, как сложно не красить, если вершин и соответственно ребра достаточно много, то вот Господь Бог заставляет нас увидеть там либо красный такой островок KS, либо синий островок KT. При этом совершенно не важно, насколько большие эти С и Т. Просто то N, начиная с которого либо красный, либо синий найдется, оно, конечно, очень-очень большое в сравнении с С и Т. Насколько большое, вот это как раз и интересно. Ну вот давайте попробуем пообсуждать. В какой-то момент час должна быть вывести вероятность. Вот это вы готовитесь к этому.